Крещение Господне 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 Белые облачения Крещение Господне 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 Каждый год. Не холодно? Нет, очень хорошо. Силы прибавляются. Нормально? Конечно, да. Никогда не болею. Аппетит неделю не проходит. Вообще бодрость такая. Сначала ты заходишь, вот холодно, особенно после того, как ты ныряешь, туда еще холоднее становится. А потом? А потом выходишь и просто бежишь к костру и все. После погружения многие спешили к костру и согревались горячим чаем. Десятилетняя Ульяна Дорофеева окунулась в прорубь впервые. Сколько тебе лет? Десять. Не страшно было? Нет. Какие впечатления? Отлично. Еще раз будешь так? Да. Каждый год? Да. Погрузиться в освященную водную стихию решился и наш оператор Михаил Каракелян. Кстати, накануне он отпраздновал свой 50-летний юбилей. Али Баташин Михаил Каракелян. Вести Карачева Черкесия. С крещением. В читальном зале Кочегу имени Умара Алиева прошел литературный вечер, посвященный 85-летию поэта, заслуженного деятеля культуры Карачева Черкесии, переводчика поэзии Амара Хаяма на карачаевский язык Альберта Батчаева. Поздравили виновника торжества представителя рода Батчаевых, известные общественные деятели. Подробнее Альхан Лепшоков. Он является автором трех книг, куда входят более 1600 переводов Умара Хаяма на карачаевский язык. Поэт Альберт Батчаев более 50 лет отдал изучению творчества этого всемирно известного персидского литератора. Литературный вечер был организован членами кафедры Карачаева-Балкарской и Ногайской филологии Кочегу. Представители рода Батчаевых поздравили юбиляра и вручили ему памятные подарки. Важно отметить, что больше 40 лет Альберт Нусаевич посвятил горному туризму. Собравшись, отмечали, что его переводы Амар Хаяма так чудесно передают глубину поэтических образов. Сохраняя мудрость и самобытное великолепие. Образы, которые можно записать, какие у нас должны быть традиции, обычаи. Все то, что накоплено в течение тысячелетий нашим народом, которое стало достоянием сегодня для нас, в том числе и через Альберта Нусаевича. Через Альберта Нусаевича наша культура вошла в мировую культуру. Мы являемся частью этого мирового сообщества. Альберт Нусаевич, огромное спасибо вам. После всех поздравлений студенты Кычагу прочитали стихи и поэтические переводы Альберта Батчаева. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов. Вести Карачаева-Черкесия. Карачаевск. Сегодня день рождения нашей телерадиокомпании. 19 января 1993 года прозвучали первые позывные телевидения ГТРК Качаева-Черкесия. Через четыре месяца начали вещать на языках народов республики. Появляются пять национальных редакций и новые передачи. Бесспорно, это было главным достижением. Все самое значимое, интересное и познавательное зритель узнает из главной информационной программы «Вести Карачаева-Черкесия». В эфир выходят вести и на национальных языках народов республики. Сегодня создаются и новые телепередачи, проекты. За всеми телепрограммами стоит нелегкий труд журналистов. А по ту сторону экрана всегда за кадром друженики телеиндустрии, режиссеры, монтажеры, телеоператоры, звукорежиссеры, художник компьютерной графики, работники технической службы, IT-специалисты и многие другие, которые обеспечивают выход в эфир. С первых же лет вещание студии телевидения ГТРК «Карачаева-Черкесия» выстроено так, чтобы оно было интересно всем, независимо от возраста, профессии, национальности и конфессиональной принадлежности. Как прошел год педагога и наставника в нашей республике, как проводится работа по развитию профориентации во всех школах и о том, насколько важна работа руководителя формирования педагогического коллектива, рассказала министра образования и науки «Карачаева-Черкесии» Инна Кравченко. Еще она поделилась планами в сфере образования, их много, были озвучены основные моменты. С ней встретилась Альбина Ламкова, интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.